Ральд Даль Волшебное лекарство Джорджа Глава четвертая Лекарство для животных И в этот миг в голову ему пришла гениальная хитрость Да, аптечный шкафчик, ванны, запретная территория Но есть же еще лекарство, которое папа хранит на полке в том сарае, что рядом с курятником Лекарство для животных Вот их ему никто и никогда не запрещал трогать Если посмотреть правде в глаза, сказал себе Джордж То жидкость для укладки волос, пена для бритья и крем для обуви Из всего этого, конечно, получится достойный фейерверк В бабкином животе Однако, чтобы микстура стала настоящим лекарством, целебным и мощным, нужны настоящие таблетки и порошки Джордж не без труда поднял заполненную на три четверти кастрюлю и вынес ее через заднюю дверь Он пересек двор, фермы и направился к тому сараю, что рядом с курятником Он точно знал, что папу там не застанет Тот был далеко на лугу, где занимался заготовкой сена Джордж вошел в старый пыльный сарай Водрузил кастрюлю на скамью И, задрав голову, уставился на полку с лекарствами Там было пять больших бутылей Две с таблетками, две с чем-то жидким И одна с порошком Возьму все, сказал он Бабушке это поможет Ой, как поможет Первая бутыль, которую он снял с полки, была заполнена оранжевым порошком На этикетке было написано Для кур Против паразитов, птичьего гриппа, слабости, клюва, куриной слепоты, куриной хромоты, кудах-то хикарди Недержание яиц и выпадение перьев Одна столовая ложка на ведро корма Тщательно перемешать, употреблять с каждым приемом пищи Ну что ж, сказал Джордж, высыпая весь порошок в кастрюлю После хорошей дозы этого сенатмия старая курица Больше ни единого перышка не потеряет В следующей бутыле было сотен пять громадных фиолетовых таблеток Надпись сообщала От конского храпа и хрипа Лошадям с больным горлом принимать по одной таблетке два раза в день Может, с горлом у старухи все в порядке, сказал Джордж Но не с языком Язык у нее чересчур острый Вдруг эти таблетки как раз помогут И пять сотен громадных фиолетовых таблеток полетели в кастрюлю В следующей бутыле была густая желтоватая жидкость Для коров, пыков и валов Говорилось на этикетке От коровьей оспы, коровьей чесотки Искрывления рогов, неприятного запаха из бычьей пасти Ушной, зубной и головной боли А также боли в копытах, хвосте и вымене Слобная старая корова Наверняка больна всеми этими мерзопакостными болезнями Сказал Джордж Значит, берем всю бутылку С чавканьем и хлюпаньем желтая жидкость полилась в кастрюлю уже почти полную Жидкость в следующей бутыле была ярко-красной Купание ягнят Значилось на этикетке Для избавления баранов овец ягнят от клещей блох А также против копытной гнили Развести одну столовую ложку в одном галлоне воды и полить овцу Внимание! Ни в коем случае не увеличивать концентрацию Иначе начнется выпадение шерсти Вплоть до полного облысения Эх, мошки-букашки, сказал Джордж Да чего же охота выплеснуть всю эту банку И посмотреть, как разбегаются во все стороны клещи и блохи Но нет Придется ей употребить это внутрь И он перелил ярко-красное лекарство в кастрюлю Последняя бутыль была полно бледно-зеленых таблеток Поросячья пилюля Гласила надпись От чесотки у чушек Хромоты у хряков Хвелости у кабанов И свинки у свиней В острых случаях можно давать по две таблетки Но не больше Иначе свинки начнут отплясывать твист Как раз для несчастной старой хавронии Сказал Джордж Только ей нужна очень большая доза И он высыпал в кастрюлю зеленые таблетки Сотни и сотни зеленых таблеток На скамье лежала старая палка Которой перемешивали белила Джордж схватил ее И стал перемешивать свое чудесное лекарство Микстура получилась густая Как сметана Он мешал и мешал И из глубины поднимались все новые и новые цвета Оттенки розового, голубого, зеленого, желтого и коричневого Джордж все мешал и мешал И даже когда все перемешалось На дне оставалось еще сотни нерастворенных таблеток А на поверхности плавала мамина шикарная пуховка Теперь надо вскипятить Сказал Джордж Поставил на сильный огонь И пускай закипит С этими словами он заковылял обратно к дому Еле удерживая тяжелющую кастрюлю По пути он заглянул в гараж Посмотреть нет ли там еще чего-нибудь интересненького В итоге он добавил в лекарство Пол пинты машинного масла Чтобы бабушкин мотор работал безупречно Немного антифриза Ну, чтобы ее радиатор не замерз зимой Чуточку смазки Смазать ее скрипучие суставы И поспешил в кухню Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok